Всем привет! Сегодня будем тестировать новинку от компании Blackview в яркой упаковке, которую они сменили с белой на вот такую вот цветную, BV8100. Модель, у которой процессор MTK Helio G99, 8 гига оперативки и встроенный 256-8800 аккумулятор, 6,5 диагональ экрана и разрешение экрана 2,4К. Да, 50 мегапикселей, задний модуль, 32 передний, есть еще другие модули, поговорим позже. 14-й Android и это еще не все, это если кратко. Давайте по порядку. Сначала больная тема. Ну, мы хотим как бы хорошую технику, да, вот купить и чтобы она стоила недорого. Но не всегда так. Хотя это не флагман-противоударник, но данный смартфон действительно стоит своих денег. И с 1 по 7 число его можно приобрести по 219 долларов. Может быть даже еще и дешевле. Здесь 120 Гц экран. В конце обзора я обязательно подведу свой итог и опыт от использования, потому что я им уже пользуюсь несколько дней. И хочу сказать, что быстро найти информацию вы сможете с помощью тайм-кодов. Смотрим комплектацию. Сам смартфон, а на нем наклеена уже защитная пленка, не стекло. И дальше мы поговорим о защите экрана помимо стекла. Там еще есть некоторая фишка. Дальше специальный медиатор для того, чтобы вместо ногтя отковыривать лоток сим-картами. Вот есть специальное отверстие. Туда одеваем и извлекаем. Заглянем тоже в лоток немного позже. Далее идет комплект для зарядки. 45 Вт и максимально 20 Вольт, 2.25 Ампер. Вход у него уже, ребята, USB Type-C. Соответственно и кабель USB Type-C на USB Type-C скоростной. И инструкция, включая русский. На упаковке также есть отметка, что он поддерживает расширение памяти оперативной за счет встроенной до 24 ГБ. То есть 8, родная оперативка, 16 добавляется. И есть отметка, что есть NFC. Ну а подключив к тестеру этот блок питания, можно увидеть, что все, что подсвечивается зеленым, вот сейчас заканчивается тест, все соответствует заявленным характеристикам. 45 максимально. И у нас сейчас отобразится информация. Очень много поддерживает протоколов. Всего несколько не светится. Очень хорошая зарядка. Будет заряжать и технику Apple, и Samsung, и другие гаджеты. И, как заявил производитель, 20 вольт, 2,2 ампера, 45 ватт. Стоит сразу отметить, что у смартфона есть собственный индикатор уведомлений. Он трехцветный, и вот, как вы видите, сейчас мигает о каком-то сообщении мне. Мол, посмотри, Сергей, если вот так на бачок, то его уже не так хорошо заметно. То есть он не такой, что прям сверху находится. Ну вот так вот еще видно, да? Да. То есть когда вы визуально глянули, что там что-то пульсирует, значит вам пришло уведомление. У экрана сверху, помимо толстого стекла, и когда вы давите, на нем ничего не видно. Вот сейчас, смотрите, я вам продемонстрирую. Когда обычно на простом смартфоне давишь на экран, то есть какие-то разводы. Здесь я реально давлю очень сильно. Ничего нету. Ну вот слегка виднеется. Вот, вот сейчас уже. Но я реально в центре давлю. Это очень-очень показатель хороший, что здесь толстое стекло. Так вот, помимо этого, у него есть бортик. Вот, к примеру, смотрите, я положил один предмет, второй, и вот этот предмет, он будет упираться и не соскальзывает. Потому что, и это тоже, вот, видите, потому что здесь находится бортик. Вот он. Это еще при том, что сверху наклеена пленка. Это значит, что если он на поверхность упал, уже от каких-то печенок будет защита. Но не от падения больше, а вот от этого. Когда он упал и пролетел, то вероятность, что повредится экран, минимально, потому что там пленка. Либо вы купите стекло, я оставлю ссылку в описании. И он проедется уже только по стеклу. Экран будет защищен. Ну, мы понимаем, что нету не бьющихся вообще экранов, но здесь максимально плотное стекло. Горнин Горилла Глаз пятого поколения, и это отлично. Сам смартфон не боится, судя по тому, как вы видите, выглядит он просто огроменным, крепким и мощным. Это так и есть. Сам владелец смартфона Blackview BL8000, а это у нас 8100BV. Но, уверен, что он очень крепкий. Корпус монолит черного цвета. Если же выбирать модельку другую, например, оранжевую или зеленую, то у них вот эти вставки будут отличаться по цвету. Давайте рассмотрим внимательно корпус. Вот эти вот вставки, которые бликуют, добавляют стиля. А так, в принципе, здесь все монолитом. И обратите внимание, что есть крючок, отверстие, куда можно всунуть ремешочек. И он же выпирает над корпусом. Вот, видите, когда мы его вот так вот будем ложить на поверхность, то он именно на него упирается. И краем вот этой камеры, вот здесь, у камеры будто бы есть вокруг какой-то такой нарезик, как будто хочется покрутить, но он не вращается. Вспышка двойная, три модуля, но работают вот эти два. Этот, судя по всему, как дальномером служит, измеряет фокус и так далее. И есть еще отверстие вот тут и надпись ArcSoft. Это алгоритм обработки изображений и снимки здесь получаются очень классные. 50 мегапикселей основной модуль, видно отчетливо. Качественная линза, сейчас выведу, что это за фирма объектива самого. И широкоугольник. Он же и является макрообъективом. Второй это микрофон или нет, выйдите с ним немножко позже, потому что это может быть клапан внутреннего давления, а не микрофон. Сверху располагается одна из таких вставок, фишек. Это просто такой огромный мощный прожектор. И он светит очень ярко. И сейчас я продемонстрирую его прямо тут в студии. Так, разблокировка по лицу. Нажимаем, включаю. Очень яркий. И покажу тесты, как в полной темноте мы его тестировали с фонарем, самым мощным в нашем доме. На улице вот подсветка часов, вот экран так светит. Полная темнота, практически ничего не видно. Но тут разве что отблески от стекол. Передо мной здание большое. Давайте сначала, прежде чем включу мощный фонарик, я опущу и включу обычную вспышку. Заднюю. Вот. Ну вот рядом здание. Светит хорошо. Но здание особо не видно. А теперь отключаю эту вспышку. И включаю фонарик. Раз. Два. Давайте вот так лучше. О! Раз. Два. Вы посмотрите, что делается. Даже то здание, дальнее, подсвечивает. Так, отключаю. И специально включу вспышку заднюю, вот эту. Вот так. Ну не видно. А вот фонарик, когда включаешь этот. Так. 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 Вот. Посмотрите, какая фара. Для примера, у Валюши в руках сейчас фонарик вот такой. Валюш, нажми один раз. И наведи точкой. Это я сейчас, вот мой телефон, который. Отключил я его. Валя сейчас светит фонариком. Ну там точкой бьет. Это самый мощный у нас дома. На стену, пожалуйста, направо. Вот. Теперь включаю этот фонарик. Видите, какой яркий. Перебивает. Просто класс. Супер. Вот я снимаю себя на переднюю камеру. И фонарем делаю подсветку. Ну просто сумасшедший свет. В глаза. Зайчики оставляет. Две фары. Четко светит. У Валюши есть важное примечание. Послушайте, пожалуйста. Когда Сережа показывал, как далеко светит фонарик телефона, то, наблюдая со стороны, хочу подметить, что яркость освещения вживую намного сильнее, чем то, что передает камера телефона. Спасибо, Валюшечка. Ну вот, смартфон я уже закрепил. Здесь у нас сразу включен режим фонаря. Это мой велосипедный фонарик. Давайте его включу сначала. Ну вот, видите, тут несколько режимов. Теперь включаю этот. Свет пошел, но вдаль. Отрегулируем. Так. Выключаю. Ну, выйдем сейчас, потому что я под столбом тут стою, свет, чтобы снять. Ну как. И еще в шторке. Активирую фонарик. Ого. Видите? Так, так, так. Запускаем. И поехали. Так, посмотрим, куда ехать. Вот туда поедем. Там темно. Вот уже в темноте. Посмотрите, какая красота. То есть реально бьет точкой. Я перед собой. В реальности еще лучше все выглядит. Вот вам и вариант дорожный. Для того, чтобы можно было спокойно взять его в путешествие. И незаменимый такой помощник. Вот так со стороны смотрится. Мощный луч. Подходим. Выключили. Выключили. Включили. Класс. Продолжаем обзор. Но есть одна проблема, что если разряд смартфона достигает 15% отметки, сразу же перестает работать фонарик. От него никакого толку. Почему такое ограничение в противоударных смартфонах, я всегда спрашиваю, я не могу понять. Почему? Это противоударный смартфон, он должен вас выручать в любой ситуации. Но нет. 15% заряда и все. Он уже не работает. Края у него все, конечно же, защищены. Видите, вот эти все протекторы, закругления, выступы. Все защищает смартфон. Вставки из металла, как всегда, прикручены пластины сюда к корпусу. И здесь находится у нас лоток с сим-картами и одна программируемая кнопка. Надпись, что это защита. С правой стороны от экрана находится кнопка. Это кнопка громкости. И здесь располагается кнопка питания. В нее же встроен сканер отпечатка пальцев. Так, начнем с нее. Потом заглянем в лоток. Заблокировали. Прикасаюсь. И сразу разблокировка. Без нажатия. Просто прикосновение. Мгновенно. Безошибочно. Как бы я ни пробовал, он всегда срабатывает. Теперь разблокировка по лицу. Плюс сейчас мы протестируем еще и активацию при поднятии. То есть, когда мы его переворачиваем в вертикальный режим. Я его беру. Он меня увидел и сразу разблокировался. Заблокировал. Теперь просто показываю, как работает разблокировка по скорости. Несмотря на то, что здесь очень много разного света во время съемок. Он мое лицо, которое дальше и не подсвечивается, он видит. И в ночное время, в полной темноте, он немножко дольше, но подсвечивает экран. И потом меня видит и разблокирует экран. А если закрыл глаза, он смотрит, не видит. Открыл. Теперь разблокировался. Когда глаза закрыты, эта технология не работает. Касательно люфта кнопок. Вот обычно их нету. А здесь почему-то я его слышу. Послушайте. Кнопка питания больше. Именно когда нажимаю. Это несущественно. Может так в моей модели, но не знаю. Так мне попалось, делюсь с вами. Теперь смотрим лоток с сим-картами. Ставлю режим полет, потому что здесь у нас установлена сим-карта Vodafone. Поддеваю. Извлекаем. Лоток у нас сим-карту не держит на зажиме. Нужно аккуратненько, потому что вылетает. Он у нас комбинированный. И поддерживает карту памяти до 1 терабайта. Но 256 здесь уже установлено. Возвращаем его. То проблем с памятью не должно быть. Есть силиконовая черная прокладка. Все герметично, потому что смартфон может быть полчаса под водой на глубине полтора метра. Это минимум. Бывают и другие разные ситуации. Отключаем режим полет и скажу, что по связи он отлично держит. Просто отлично ловит. Сейчас максимально далеко находится Wi-Fi. Причем не роутер, а сегодня я использую маленький модемчик, который раздает. И он имеет все 5 антенн. По связи тоже Vodafone. 4 антенны. Вот он у меня тут в доме. Здесь на всех устройствах слабый. Так, сейчас я покажу. Вот на вторая сим-карта. Это тоже Vodafone на смартфона Poco. Тут даже сейчас 4, а тут 3. То есть отлично ловит сигнал и нет никаких проблем. Bluetooth тоже стабильно держит. Потому что я подключил к нему смарт-часы. И тестирую сейчас. Вот Blackview Smart Watch X20. Обзор уже был на канале. Можно посмотреть здесь в подсказках. Очень сейчас во время акции доступная цена была. 20 долларов. Ну и теперь программируемая кнопка. Она выполняет функцию одиночного нажатия, двойного и нажать и удерживать. Вы ее можете настроить как угодно. Она не просто так красная. Можно настроить как аварийную какую-то кнопку. Заходим в настройки. Выбираем раздел жесты. Почему-то ее решили туда вставить. Выбираем умную кнопку. Очень умная кнопка. И вот она здесь уже изображена. Одиночное нажатие. Я поставил включить фонарик. Двойное нажатие настройки вызывает, которые нужны во время мне обзора. И длительное нажатие запустить подводную камеру. Ну, к примеру, вы можете настроить что-то и свое. Вот из этих действий. Или же даже открыть какое-то свое приложение. Выставить, чтобы использовать по нажатию этой кнопки. Я настроил на фонарик. Раз запустилась программа фонарика. И еще не включился. Еще раз нажал. Теперь включился. Нажал, отключилось. Отключилось. Вот так. Правда, фонарик именно этот не работает, когда вы выключили экран и хотите запустить его. Ну, вот демонстрирую. Я выключил. Погасил экран. Включаю. Ничего не происходит. Как бы вы ни хотели. И это не совсем удобно. Потому что, когда вы пользуетесь смартфоном. Ну, вот, к примеру, моим же Blackview. Я два раза нажимаю. Раз-два. И у меня засветился фонарик. Экран до сих пор выключен. Раз-два. Выключился. Здесь этой возможности нет. Надо обязательно разблокировать, запустить и все. Причем только этот. Вспышку вы не можете использовать. Да, здесь еще есть отдельно вспышка. Обычный нам привычный фонарик. Помимо этого яркого прожектора. Выключаем. Выходим. По поводу подводной камеры, которую я уже упомянул. Это непростая камера. Почему? Потому что, когда на экран попадают капельки воды, как вы сейчас видите на экране, то происходит ложное срабатывание. На улице был конкретный дождь. Я встал под капли воды. И вот что происходило. Смартфону это никак не страшно. Но экран срабатывает. И он просто непослушный. Но когда вы запускаете подводную камеру. Вот сейчас, смотрите. Я нажимаю и удерживаю. Камера запустилась. Предупреждение. Сенсорные кнопки не работают. Экран сейчас, что бы вы тут ни делали, не слушается. Управление только с помощью кнопок. Например, нажимаю кнопочку. Громкости вниз. Происходит переключение на видео. Нажимаю кнопочку вниз. Происходит переключение на фото. Если нажать на кнопку громкости и удерживать, то переключение произойдет на передний модуль камеры. Ну, мало ли, под водой вы захотите поснимать немножко задним модулем камеры, а потом себя. Ну, а чтобы сделать фото или видео, нужно нажать кнопку громкости вверх. Вот сейчас я навожу на цветок. Нажимаю. Снимок готов. Нажал переключение на видео. Кнопку громкости вверх. Произошла запись. Это тестируется сейчас смартфон в студии. Остановил. Готово. Чтобы выйти с этого подводного режима, нужно выключить экран. Порадовало наличие заглушки открывания с другой стороны. Что я имею в виду? Видите, держу сейчас смартфоны оба задней крышкой к себе. Но у моего смартфона крышка открывается справа налево. А это как нужно, как мне бы хотелось, чтобы она открывалась тоже и здесь. То есть в новой модели из обзора она уже открывается правильно. Почему? Потому что если вы вот обычно, как мы открываем, подошли, такие смартфоны, кто пользуется противоударниками, вы ноготочком отсюда хотите поддеть. У меня же надо вот так вот к себе как-то ковырять, не всегда это удобно. А тут подошел так раз, потянул, заглушка открылась и все. Сама она не открывается, держится плотно многих неаккуратных. Пугает, что она вот держится как-то не очень комфортно здесь. Но можете не бояться, она действительно держится хорошо. Все зависит от того, как владелец будет ей пользоваться. Гнездо зарядки здесь, конечно же, USB Type-C. Не является защищенным, то есть защищает его сама заглушка. Рядом располагается микрофон и здесь один громкий динамик. Причем так, смотрите, отверстие даже в ямке сделали. Все, разъемов для наушников здесь нет. Причем от этого смартфона можно и заряжать другие гаджеты. У него аккумулятор 8800. Вставляем вот такой переходник, подключаем к нему тестер и подключаю свой смартфон Poco X5 Pro. И о чудо, у нас идет зарядка. Ток заряда сейчас на выходе 5 вольт, 0,45 ампер. Внизу написано, что максимально 5 вольт, 1,5 ампера. Но не факт. Я думаю, что больше 1 ампера он не выдаст. То есть, как бы зарядить-то можно, как аварийное устройство. Может быть рассчитано на зарядку гаджетов, смарт-часов, блютуз-гарнитуры, но не какие-то мощные устройства. Потому что вижу, что он не справляется. Даже если к нему подключить вот такой вот внешний SSD-диск. Смотрите. Вот компания Basseus. Внутри 128 гигабайт. Этот смартфон поддерживает технологию OTG. Он его будет видеть. Все устройство определилось. И у нас здесь уже мигает кнопочка, что он определен. А сверху написано, что нам, прежде чем его использовать, надо отформатировать. Но я этого делать не буду. Тут целую кучу установлено программ, подстроено все под Windows. Но сам факт, что он его видит, это однозначно. И классно, что, кстати, у этой модельки внешний SSD-диск. Сюда можно установить и 1 терабайт, и скорость 10 гигабит в секунду. То можно, обратите внимание, отключить с помощью одной кнопки. Вот не надо нажимать вверху извлечь. Нажимаю, держу. Хоп. И он отключился. Здесь пропал. Теперь могу извлекать безопасно, потому что он отключил сам себя. Это класс. Обзор на него я делал, но еще не вышел. Первым будет, конечно, обзор на этот смартфон. Все впереди, друзья. Но ссылку на него я оставлю в описании под видео. Захотите, посмотрите. Вещь хорошая, рекомендую. Захотите, переходите, смотрите. У смартфона установлена IPS-матрица. Диагональ экрана 6,5 дюймов. Разрешение 1080 на 2400 и 120 Гц. Сочные, красочные, яркие цвета с хорошими углами обзора. Плавность экрана, конечно же, радует. Причем здесь в настройках, зайдя в настройки экрана, можно, опустившись в самый низ, попасть в меню плавный экран. Здесь мы попадаем в настройки плавности экрана. Нормальная, средняя, высокий и смарт. Но если установить высокий сейчас во время обзора, то качество экрана и минимальная задержка, и передача в герцах очень классная. В экране у нас камера находится в островке. Переходим в систему, опускаемся вниз, экспериментальные функции, вырез на экране, вырез и нажимаем скрыть. Смотрите. Нет островка. Значки все там. Включаем. Есть. Как вы хотите. Края у экрана, как вы видите, закруглены. И сверху, и снизу одинаковое пространство у корпуса. Видите, здесь находится немного места. Управление есть как кнопками, так и жестами. Если включаете жесты, снизу вот такая кнопка. Здесь можно уже делать свайпики и так далее. Кстати, есть функция разделения экрана. К примеру, запускаем YouTube Music, разделить экран. А снизу давайте включим Play Market. Готово. Снизу у нас одна программа, сверху другая. Проведя тесты на битые пиксели, их здесь нет. Все отлично. А если проверить на касание, то вот сейчас в перчатках я смог добиться аж 9. Максимально 9 я там видел, было. О, даже сейчас 10. Смог в перчатках. В перчатках он отобразил 10 касаний, что отлично. Над камерой располагается разговорный динамик. Он не является вспомогательным, чтобы был стерео. Тут динамик один. А здесь вот находятся датчики. И здесь же вы видели, находится индикатор уведомлений. В программе Antutu Batch Markleon набрал приличных 421 097 баллов. Вот развернутые показатели. И скоростная память. И хорошая отдача тепла. Потому что во время тестов температура поднялась всего на 2 градуса. А тесты, как вы понимаете, всегда проводятся на максималке. Марка Blackview. Модель Blackview BV8100. Процессор MTK6789. Это Helio G99. 14-й Android. Разрешение экрана 1080 на 2400. Задний модуль камеры 49. 97 мегапикселей с разрешением 8176 на 612. Широкоугольник почти на 13 мегапикселей. Но он есть на 13. 4,160 на 3,120. И работает как в режиме видео, так и фото. И вспомогательный модуль рядом на 0,31 мегапиксель. 640 на 480. Не знаю для чего. Может быть эффект боке. Может быть измерения какие-то делает. 8 гиг оперативки 256. Все подтверждается. Процессор восьмиядерный. 2,200 мГц максимально. Работает в паре с Mali-J57. Плотность пикселей 405 ppi. Передний модуль камеры на 32 мегапикселя с разрешением 6,528 на 4,896. Видео снимает 1080 в 30 кадров. Это передний, а задний 1080. Есть и 60 fps, и 2K разрешение в 30 fps. Также делает очень хорошие ночные снимки. Покажу немножко позже и меню камеры, и тесты в конце обзора. Аккумулятор 8800. И я тоже провел тесты. Смартфон от 0 до 100% полностью зарядился. Об этом свидетельствует вот эта надпись. Сверху горит зеленым светодиод. И взял он 8180 мА. И заряжался он 2 часа и 18 минут обычной зарядкой. Я сейчас просто переподключил, чтобы вам показать. Поэтому время зарядки идет. А в сети он уже находится сверх зарядки 5 часов. То есть 3 часа он уже не заряжается. 8800 немного не дотянул, но это не страшно. Поэтому это нормальные показатели путем преобразования. Ну и конечно провел тесты на разряд. Зарядив его на 100%, время старта 12 ночи 19 минут. Запускаю тест и громкость и яркость на 80% были. Он продержался в ютубе 15 часов 38 минут. Это полное его время работы. Очень-очень много времени. Отлично. 14 андроид я проверял обновление. Мне не приходило. Конечно же есть GPS с поддержкой всех спутников. Сейчас проверим навигацию. Двух диапазонный Wi-Fi. 5G он в сети не поддерживает. И Wi-Fi 6 тоже не поддерживает. Когда включен Wi-Fi, вы можете включить точку доступа. Wi-Fi у вас не отключается. А значит у вас есть функция репитера. Дальше пустить сигнал. Видите, я включил точку доступа. Никак не отключилась ваша Wi-Fi сеть. Вы раздаете дальше. Ваше устройство уже является Wi-Fi репитером. Версия Bluetooth 5.0. Есть NFC. И установлено 17 датчиков. Очень хорошо. Но нет барометра. Поехали. Акселерометр. Игровой вектор вращения. Так, у нас тревога. Геомагнитный вектор вращения. Датчик силы тяжести. Гироскоп. Некалиброванный гироскоп. Датчик освещенности. Линейный акселерометр. Магнитометр. Некалиброванный магнитометр. Датчик ориентации. Датчик приближения. Вектор вращения. Датчик сильного движения. Шагомер. Детектор шага. Интересный датчик тут. Но его нет. Датчик позы с шестью степнями свободы. И последний некалиброванный датчик акселерометра. Давайте запустим тест GPS. Это по сути будет первый тест. Прямо здесь. Сейчас не всегда на смартфонах первый тест проходит гладко. Что говорит не о совсем хорошей работе. Давайте посмотрим как он сработает. Но у меня есть точно уверенность что сразу сейчас вот выйдет на связь. Потому что компания Blackview здесь ставит отличные в противоударные смартфоны. Уже видит 17. И вот это первый самый что ни на есть сырой старт. Кстати есть цифровой компас. Конечно же видите вращается. 28, 29, 39. Все пошел. В течении 25 секунд он вышел на связь. И видите сколько уже подключил. Давайте посмотрим что это за спутники. Beidou, Galileo. Ну все. Все спутники. Связь сумасшедшая классная. Все. Тест пройден. Проведем тест на запись голоса. Включаю. Тестируется микрофон. Микрофон у модели BV8100. Это весь звук который вы сейчас слышите. Я вставил просто поверх звука студийного петличного микрофона. Проверяю этот микрофон. И наша задача проверить еще этот микрофон. Никак не реагирует. Микрофон здесь один. Как только вы получаете смартфон у вас есть все нужные программы. Google сервисы. Есть детский режим. В котором можно настроить под вас все введя код. И детки уже не будут там делать какую-то шкоду. Есть режим здоровья. И в этом режиме у вас постоянно если вы носите смартфон. Идет у вас здесь вот такая вот графа здоровья идет под счет шагов. Также есть отдельно игровой режим. Можете не сомневаться что телефон превращается в игровую приставку своего рода. И вас уже ничего не беспокоит. Отлично справляется с графикой. Потому что по праву процессор Helio G99 завоевал хорошую репутацию. В играх отлично тянет. Корпус во время игр так устроен что он не греется. Потому что там внутри продумана технология теплоотведения. Как показано на этой картинке. Минимальный нагрев. Также есть отдельно морозилка программа. С помощью которой можно заморозить. И вы не будете видеть программу. Или она не использовала ресурсы вашего смартфона. Есть еще дополнительно помощник переноса данных. Рабочее пространство. Чтобы там можно было настроить под работу и под отдых. И есть коробочка с инструментами. Заглянем сюда. Компас. Замер высоты. Фонарик. Шумомер. Транспортир. Зеркало. Рингтон. Тревога. Лупа. На стены. Уровень и отвес. Ну вот тревога. Вспышка. И мерцание экрана. Можно все вместе. Учитывая в какое время мы сейчас живем. Иногда это может спасти жизнь. Есть FM радио. Но без наушников не работает. Подключение наушников через USB Type-C. Или переходник. Зайдем еще в меню. Покажу что еще такого есть. Например. Возможность в экране менять ночную подсветку. Включать. Желтит экран. По расписанию. И есть темная тема. Тоже быстро включается. Причем есть усиленно. Умеренно. И мягко. Может не сильно заметно. Но если вы прокрутите назад. Поймете что оно меняет. Размер шрифта. Можно установить очень большой. И еще и изменить шрифт. То есть такая гибкая системка настроек. Время отключения дисплея. Можно настроить. Что пока вы смотрите. Он не будет отключаться. Есть оптимизация цветовой температуры. Настройка под вас. Можно установить яркий. Или вручную настроить. Запись экрана. Настройка светодиода. Например. Если вы не хотите. Чтобы когда низкий заряд. А он пульсирует постоянно. То отключите здесь. Есть режим чтения. Все превращается в газетку. То есть нет цветных значков. Вот сейчас отключу его. Опускаю цветные значки. Включил. Все как газета. Есть отображение значков в строке. Также есть скорости в реальном времени. Отлично. У нас отбой. И активация при поднятии. Здесь же есть режим плавный экран. Который я вам показывал. Звук и вибрация. Нет настройки мелодий по сим-картам. Только один общий. Есть функция автоматических субтитров. Что будет включать сразу и показывать на экране. Для тех кому это нужно. Функция улучшения звука. Тут усилитель громкости динамика. И режим высокой точности воспроизведения. Звук мы сейчас будем тестировать. Я вам все покажу. И в режиме жестов мы уже тут были. Но не все показал вам. Снимок экрана тремя пальцами. Камера. Провести тремя пальцами вверх. И есть умная кнопка. Мы уже знаем. Умное окно. После открытия вы можете быстро открыть функцию умного окна с края экрана. Видите, вот полосочка. Потянули. Здесь программки. Если хотите добавить свои, перезажимаете и держите. Теперь я, например, хочу игру. Тест спутников. Программа GW Library. И все. И теперь у нас здесь есть быстрый доступ к нужным программам. Возможно, это кому-то понадобится. В дополнительных функциях есть режим перчаток, что очень явно хорошо работает. Управление происходит хорошо. Также есть запись звонков. Собственная программа. Можно настроить, чтобы автоматически записывалась. Абонента не предупреждает. Можно либо принудительно, либо чтобы все звонки записывались. Ну вот, если набираем номерочек, здесь есть вот такая вот кнопочка. Она, кажется, передвигается. Да. Меня зовут Виктория. Чем я могу вам допомогти? Привет, Виктория. Я тестирую сейчас смартфон Blackview BV8100. Ты мне подскажешь? Ты бы хотел такой смартфон? Сейчас сам у вас тиковать по сим-карте. В общем, вы поняли. Робот не понял меня. Но я это сделал, чтобы продемонстрировать запись разговора на расстоянии около 40 сантиметров. Стоп. Запись сохранена. Я ее вставил. Но где ее искать? Заходите в диктофон. Открываете мои записи. И вот ваша запись здесь. Просто как время. Ну вот, послушайте. Меня зовут Виктория. Чем я могу вам допомогти? Привет, Виктория. Я тестирую сейчас смартфон. В общем, вы поняли. Также, если ваш смартфон долго использовать, где-то в пыли был, может быть, даже попала влага, забилось землей даже, или стружкой, то есть функция очистка динамика. Нажимаем. И он не отключается. По камесь он не проукает. При сильном забивании рекомендуется выполнять эту функцию от двух до пяти раз. В то же время удерживайте телефон и поверните его вниз. Вот так вот. Возвращаемся. И здесь есть интеллектуальное сканирование. Странная функция на переднюю камеру. Сканирование QR-кода передним модулем камеры. Я не знаю, что они там думают. Ну, кто сканирует передним модулем камеры QR-коды? Нам же с задним модулем надо. Ну, то есть, навел вот так вот. Поверните телефон и наведите фронтальную камеру на QR-код с расстояния примерно 25 сантиметров, чтобы перейти в соответствующий раздел интерфейса. То есть, он сам будет определять. Давайте проверим. QR-код есть. Поднес. Показываю. Ничего не запуская. Ну, я же думаю, раз он сам интеллектуально определить должен. 25 сантиметров я тут играюсь. В соответствующий раздел меня должно было бы перекинуть. Среагировал. Он среагировал и перекинул. Ну, мне надо было поиграться с ним. Давайте еще раз выйду. Вот так вот покажу вам. Вот он лежит. Я перед ним показываю QR-кодик. Я вожу тут, играю с ним. Там даже видно, что я подношу. Играюсь, играюсь, играюсь. Ужас, как классно. Прям вот вообще. Вообще. Просто класс. В вертикальном состоянии. Он лучше сработал. 25 сантиметров. В общем, вы поняли. Классная штука. Можно пользоваться. Да, смело. Конечно же, я шучу. Ну, есть то есть. В режиме батареи есть режим производительности. Включив его, вы можете увеличить частоту процессора, оперативки. При этом потребление энергии, соответственно, возрастет. Но и мощи добавится. Чувствуете, что в игре не дотягивает? Включите, проверьте. Также есть максимальный режим энергосбережения. Отображает процент уровня заряда в батареечке, в блочку там. Есть защита зарядки интеллектуальная, чтобы продлить. Больше 80 не будет заряжать. А также можете настроить индивидуальный. Хотите, чтобы чуть больше, добавьте ему, чтобы был больше. Больше 90 не будет заряжать. Батарею держит великолепно. Не съедает, не расходует. А фонарик, когда включил, то он светил у меня полтора часа, а съело 2%, кажется. Это при том, что был включен Wi-Fi, и там грузились разные программы. Дисплей я выключил. Фонарь этот мощный, светил, поэтому неудивительно, что за полтора часа съел вот эти процентики. В настройках системы есть еще интересный пункт. Центр управления. Это вот шторка. Вот так вот может быть. А может быть по старинке. Сейчас у меня установлено вот в таком вот виде оформлений. И тут еще целую кучу значков есть. Если нажать отредактировать, то можно еще добавить разные фишки, включая уменьшение яркости. Кстати, давайте включим. Мы можем уменьшить яркость. Вот сейчас это максимум. Достаточно ее. Сейчас вообще ничего не видно. Я сейчас присматриваюсь. Чуть-чуть добавлю. И вот дополнительная яркость. Да, вот так вот. Ну вообще, ребят, ничего не видно. Я там добавил чуть-чуть. Ну ничего не видно. Ну ночью будет видно. А так минималочка отлично. Я очень доволен. Есть режим для разработчиков. У меня он уже был включен. И там можно очень много включить. Как включить режим разработчика? Для этого нужно зайти в режим о телефоне. Если он у вас будет отключен, все параметры потом и информация. И кликать на номер сборки. Пять раз. После этого вы будете разработчиком. Будете иметь больше широкий доступ к настройкам. Куда лучше, если не знаете, не лазить. В разделе о телефоне, в разделе оперативной памяти, есть пункт расширить. За счет встроенной активируете и выбираете нужное количество. После чего перезагружаете. Протестируем звук. Поехали. Я даже петличный микрофон близко не подношу. Классный громкий динамик. Думаю, этих тестов достаточно. Теперь давайте посмотрим разрешение в ютубе. 4К 60 фпс. Включаем. Качество. Другое. 4К 60 фпс видит. Подгружает. Запускаем. Класс. Вау. Вау. Вообще не глючит. Классно показывает. Плавно. Супер. Отлично. Теперь запускаю игру. Asphalt 9. И проведем игровой тест. На максимальной графике. И еще и 60 кадров установлено. При этом еще сделаем запись с экрана. Синхронно. Сразу. Вот прям сразу. Я сейчас опускаю шторку. Нажимаю запись с экрана. Да. Запись пошла. Мы тестируем сейчас уже игру. А почему я включаю запись? Знаете? Потому что сразу идет максимальная нагрузка. В игре. Плюс еще и вдобавок запись экрана. Нагрузка на графику. На процессор. Все максимально. Так. Выбираем авто. Игру. Запускается шустро. Поехали. 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 ну я думаю этих тестов достаточно ставим паузу увидели что было где-то не совсем гладко все но подключивание вообще не было а вот в отношении комфортности игры вот эти протекторы удобно держать и плюс он такой увесистый классный кстати мы не взвесили его так его вес составляет 363 грамма а мой смартфон уже тут с прибамбасами blackview 397 почти 400 ну конечно да там лапать конкретный но и теперь пришло время провести подводные тесты полное погружение в аквариум после данного теста смартфон чувствует себя великолепно будто он и не был под водой высох и все окей теперь давайте заглянем в меню камеры камера здесь отлично снимает есть режим 50 мегапикселей ночной режим есть режим видео фото красота в дополнительной если зайти ручной макро монохром портрет и панорама тоже можно настроить водяной знак максимально включить 13 мегапикселей в этом формате 4 на 3 9 мегапикселей 16 на 9 в режиме видео меняем настроечки здесь у нас есть 60 fps и 2к и конечно же стабилизация так хорошо справляется причем оптическое фото видео дневной ночной съемки я уже вставляю в конце обзора делаю некоторые итоги свои меня смартфон купил с момента распаковки упаковкой просто вот такая яркая красочная упаковка она просто ну прям глаза порадовала это мелочи я понимаю но подача играет роль потом когда я увидел вот этот прожектор сумасшедший просто огонь класс классный крепеж если у вас есть велосипед вы цепляете вы видели да какие-то делал и у вас все освещает дорогу причем этот тоже можете включить и он работает ну и наличие 8 гигабайт оперативки встроенной 256 хорошей камерой и максимальная защита это просто не может радовать а батарея на 8 800 ну powerbank в кармане для мелких гаджетов да и долгий срок от одного заряда очень долго держит любите такие смартфоны по толщине он ну вот мой пока смартфон в чехле этому уже смартфону чехол не нужен в комплекте все нужное быстро заряжается чуть больше часа и у вас полный заряд уже восстановлен рекомендую теперь фото и видео с вас лайк и за труды и до встречи в новых видео проектах а проектов будет много отснято очень много материала просто не хватает друзьям времени чтобы все это обработать хорошего дня вам пока съемка на задний модуль камеры решил прямо отсюда снять вот дорога ну стабилизацию чуть позже покажу когда пройдусь по пути это кстати на широкоугольник так лужа тут надо поаккуратнивать передний модуль камеры в действии 1080 30 кадров перед нами красивый вид поворот но я вообще не напрягаю руку здесь лилии а вон уточки ходят стабилизация продолжает работать на улице ветер поэтому возможно есть шум а тут репетиция у ребят последнему звонку молодцы пусть репетирует а мы продолжаем видео в помещении при хорошем ярком свете и красивые цвета сейчас широкоугольник включу с этого же места те же настройки тоже качество звука в полумрачном сейчас помещение комната ну то есть уже в комнате отключен свет с улицы еще падает свет 1950 и это так снимает аквариум есть стабилизация сейчас дергаю но пытаются стабилизировать картинку конечно же в движении покажу такой звук записывает сейчас возьму сделаю приближение пальцами вот так вот кстати съемка 1080 60 кадров еще приблизил время видите часы сверху это работает увлажнитель неплохо ну понятно что все цифровое качество страшненькая но отлично отлично что в вечернее время так четко с минимальными шумами все передает сейчас отключу и подойду ближе это сумерки в аквариуме с голубым оттенком вот так вот снимает теперь включу поярче свет сейчас это максималочка яркие красивые цвета растения но это сразу же после съемки на задний модуль передний модуль камеры когда пытается подсветить мое лицо то вытягивает соответственно на лице много шума и такая картинка плывет но как только подносишь к месту где достаточно другой ракурс съемки да и освещение то совсем по-другому качество отличная вот на меня поднес он сразу пытается выжать сам сам это у нас ночная съемка на задний модуль камеры 1080 60 fps так времечко 2222 автофокус быстро срабатывает если переключиться на 30 кадров то будет более сочнее вот так будет выглядеть сейчас повернуть где вообще темно вот так здесь о подстроился и сейчас передний модуль камеры это модуль уже на передней на переднюю камеру снимаю семечки с малюшей ночная прогулка и деле дождались чтобы потемнело остановлюсь ну шум потому что практически тьма практически темное время вот подхожу к аптеке то тут конечно качество получше покажу качество классная детали видно передний модуль камеры поики гвоздички сказала валюша не решил поснимать это задний модуль 30 fps а это с этого же места только уже 60 fps розочки только видно честно 2к переключусь это видео 2к ну и как вы понимаете стабилизация есть но вот сейчас дергаю но в ночное время ему еще сложнее сделать качественную картинку днем конечно будет получше и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok